Картины маслом пейзаж, картины маслом. Привет, я Дарья Поздняк. Сегодня я вам покажу свои старые этюды маслом. Все этюды можно приобрести по символической совершенно цене. От 50 до 100 рублей. Итак, давайте начнем. Вот такие малюсенькие этюдики. Небо. Две штучки. На маленькие этюды прям цена будет совсем условно 50 рублей. Отправлю, кстати, в любой город. Дальше. Дальше. Три малюсеньких этюда. Вот такой размер этих этюдников. Они прям совсем маленькие. Совсем маленькие. Тут дерево. Тут какие-то травы и пенек на берегу реки. Здесь травы на берегу воды. Это, кстати, вот эти две, это Суздаль. Это, наверное, тоже. Дальше побольше. Дальше побольше. Все остальные этюды будут по 100 рублей. Любой. Так, смотрите, здесь холст на роголите. Дерево у воды. Это тоже Суздаль в очень такой пастозной объемной манере, сделанной мастихином. Домик. Это на юге. Очень жидкая манера. Картон для паспорту, скорее всего. Здесь очень жидкая манера, как будто бы акварелью, а не маслом написано. Очень жиденько все просвечивает. Мне очень нравятся вот эти вот растеки по жидкому, как они красиво вот перетекают. Дальше. Вот это на юге сад груш или яблони. Какие-то такие деревья. Опять Суздаль, опять в пастозной манере на арголите. Дерево у воды. Что-то цветут какие-то травы здесь. Тоже выполнено в основном мастихином. Но задний план жидненько, а передний план густо мастихином. Так прям, если потрогать, тут такая прям фактурненько. Вот это малышка деревья на горизонте. Пятно. Тоже на арголите. Размер 15 на 20. К маленькому. 50 рублей. Дальше. Вот такие деревья. Не знаю, где это нарисовано. Тоже это картон для паспорту. Грунтованный. Какой-то сад. Суть по всему. Это обычная цена 100 рублей. Так, это тоже к малышкам будет. Это я из окна гостиницы рисовала. Не очень хорошо себя чувствовала. Не могла никуда выйти. А порисовать хотелось. И такая малышка получилась. Так, розы. Розы. Тоже с натурой. Здесь вообще все с натуры. Тоже к маленьким. Яркие такие декоративные. Мне не хотелось прописывать фона. Мне хотелось, чтобы они вот так вот выступали. Как бы с фоном. Это у нас, скорее всего, на рыбалке. Когда мы ездим отдыхать, там очень много сосен, но не очень много мест, где можно сесть и сосны рисовать. Я вообще сосны очень люблю. Очень, ну, несколько их уже сделала, но очень их люблю и с удовольствием их всегда рисую. Вот такие окошки. Это у нас на юге было, где-то рядом с отелем, такое местечко красивое, солнечное. Так, еще одно небо. Думаю, что это небо. Вот сюда оно по 50 рублей пойдет. Так, это Бабаевский пруд в Гальяново. Там мостик такой есть. К одному островку идет мостик. Вот мы там сидели, по-моему, пару лет назад. Я вот массовым писала. Очень яркое солнце, и он такой очень контрастный у меня получился. Так, все этюды можно приобрести. Так, вот такая роза. Очень я хотела здесь яркость, яркость прям, очень декоративно сделать, чтобы светились все цвета, яркие, сочетались. Не реализм, а именно такая декоративная яркость. Это на юге, на жаре у воды сосна. Пару лет назад. Очень ярко было контрастное освещение. Я ее прямо вот в таком вот варианте оставила, экспрессивной, в таком манере. Так, еще одна сосна стилизованная. Я вообще люблю вот этот формат вытянутый. Все время его пробую, все время его рисую. Мне все время нравится работать с этим форматом. Так, вот такая вот, вот такой пейзаж. Тут довольно фактурненько, мастихинчиком. Вот это, по крайней мере. Там дальше поболее жиденько, а здесь прям вот вода, совсем прям мастихинчиком толстенько. Так, вот такой цветок декоративный. Декоративный. Не знаю, тут он был там по высоте, если его правильно располагать. Я специально его не дописывала. Мне хотелось такую вот оставить незавершенность. Чтоб вот он так декоративно, ярко, плоскостно получился. Это в Суздале. Гора песка. Какие-то поля там вдалеке. Тут какие-то травы. Вообще люблю горизонтальные вот эти форматы. Кстати, сейчас вам вторую покажу. Может быть, они вместе влезут. В кадр, нет, не влезут. Тоже Суздаль. Смотрите. Там какой-то храм вдалеке. Мы жили прям рядом с этим местом, в хостеле. И было очень удобно. Я выходила на этюды прям без этюдника. Я держала палитру с уже выдавленными красками в руке. Тренога там в сумке. Какие-то дополнительные краски в сумке. А вот так вот прям все в руке. И я ходила вот прям пешком. То есть 5 минут прошла, села. 10 минут прошла, села. То есть я никуда не рыпалась. Там было настолько красиво вокруг. А потом уже в конце поездки мне хозяин отельчика говорит, так давай я тебе комнату выдам, чтобы ты этюды смогла сушить где-то. В общем, классно. Нас художников везде принимают здорово. Поэтому я, конечно, очень рада. И последняя. Вот такая. Это Измаиловский штурпарк он называется. Не помню. У воды, в общем, дерево. Свисает ветками к воде. Но я пишу массу, он не часто. Поэтому у меня такие они спонтанные. Например, меня позвали друзья на этюды. Акварель брать не хочется, берешь масло. Но я так регулярно прям им не занимаюсь. Поэтому у меня совсем немного работ, которые прям удовлетворяют моим требованиям. Их прям совсем, совсем чуть-чуть. Их меньше 10 штучек у меня. Вот. Ну посмотрим. Может быть волна масла в моей жизни еще будет. Друзья, еще раз повторюсь. Значит, у нас вот одна кучка. Здесь любая работа по 100 рублей. В принципе, везде, где я цену не называла, откладываю ее сюда. И вот такая, где малышки. Совсем малышки. И вот эти несколько этюдиков. И по 50 рублей. Если вам какая-то работа понравилась, пишите. В любой город я спокойно за ваш счет отправлю. Без проблем. Упакую хорошо. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. А с вами была Дарья Поздняк. И до новых встреч.